Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире «Формула права». С вами я, Анастасия Брайчева. Обсуждаем сегодня тему страховые споры. Я бы сказала, что не просто споры, а все, что связано со страхованием, которое уже действительно прочно вошло в нашу жизнь. У меня в студии гости, эксперты по этому вопросу. Татьяна Хадеева, руководитель управления страхованием имущества физических лиц Альфа-страхования. Татьяна, здравствуйте. Добрый день. И Игорь Иванов, заместитель генерального директора страхового общества «Реса гарантии». Игорь, приветствую. Добрый день. Итак, страховые споры. На самом деле, наверное, так же, как и с банками в вопросе страховых компаний, первое, что нужно, если речь идет о любом, на самом деле, виде страхования, первое, что нужно, это выбрать страховую компанию. Вот на что бы вы обратили внимание, хотя вы находитесь со стороны страховых компаний, но именно клиентам вашим, причем совершенно не важно, вот я пока в общем задаю этот вопрос, будь то физическое лицо, какой вид страхования в данный момент его интересует, или это юридическое лицо, которое какие-то свои бизнес-задачи страхует в данной ситуации. На что обратить внимание? Я бы, наверное, порекомендовала обратить внимание не только на название рисков, которые выбираются в продукте, но и на то, что же под этим риском понимает страховая компания. А как это понять? Как это понять? Допустим, если граждане или юрлицы выбирают какой-то продукт, какое-то наполнение, то нужно просто посмотреть в правилах, правила страховая компания всегда предоставляет, в правилах посмотреть, а что же понимается под риском. Ну, допустим, вот такой пример, как повреждение водой. Что для юрлиц, что для физлиц, риск для всех актуален. Может быть, одни договоры страхования предусматривают только внезапные аварии и больше ничего. В других договорах страхования может быть еще проникновение жидкости из соседних помещений, что тоже немаловажно. Да, просто заливы, например, в вышерасположенном помещении. Татьяна, мне сразу стало интересно, а что есть такие виды страхования, например, имущества, если уж мы говорим о квартирах, многоквартирных домах, при которых залив не будет относиться к страховому случаю? Есть продукты, где идет некоторое сужение риска одного, другого. Ну, просто есть продукты, коробочные, допустим, продукты, которые, если человек выбирает этот продукт, он знакомится с условиями полиса, его устраивает, он опасается только аварий, внезапных аварий и водонесущих систем. Если авария произошла в вышерасположенной квартире, да, это страховой случай. А, допустим, в вышерасположенной квартире какое-то нарушение в аквариуме произошло, системы гидравлической, и вода вылилась на пол. Ну и, соответственно, залила квартиру та, которая застрахована. Вот это может входить в каких-то продуктах, в страховое покрытие, а в каких-то продуктах нет. Итак, я напомню, что мы обсуждаем сегодня страховые споры и все, что связано со страхованием. Телефон прямого эфира для наших слушателей 65 10 99 и 6, код Москвы 495. Вы можете позвонить, дать ваш комментарий, дать ваш вопрос по поводу страхования. Мы постараемся ответить. Либо комментарии, вопросы можно также написать на сайт финам.фм. А вот, Игорь, вы на что посоветуете внимание обращать, когда выбираешь страховую компанию? Я сразу понимаю, что все обращают внимание, первое на что, на тарифу, цену. Вот, сняли с языка, называется. Вот, я бы дал рекомендацию от противного. Никогда не ищите ничего дешевого. В первую очередь, это рекомендация нашим клиентам потенциальным, которые ищут себя страховщика через интернет. Это очень распространенный такой псевдомаркетинг, когда сравнивают тарифы, разбрасывают какие-то заявки туда-сюда, и ждут ответа, и выбирают, что дешевле. Далеко не всегда то, что дешевле. Как правило, скорее всего, то, что дешевле, не будет лучшим предложением. Потому что, как сказала коллега, дешевые продукты могут появляться, я сейчас не хочу обобщать, но некие общие тезисы, если продукт дает подразумевать некие ограничения в покрытиях. Например, вот можем добавить там залив, если крыша проходилась. Вот в доме ветхая крыша, кровля, и квартира залита. Кто-то заплатит за это страховой компанией, кто-то нет. Или, если компания, в принципе, занимается каким-то бурным и, может быть, не всегда обоснованным развитием, пытается захватить рынок, занята экспансией, начинает демпинговать, это тоже, может быть, может отражаться в тарифах, и это тоже должно настораживать. Поэтому я всегда рекомендую смотреть на средние рыночные тарифы. И дальше номер два. Никогда не ограничиваться изучением только правил, потому что при всем уважении к нашим потенциальным клиентам далеко не каждый человек может прочитать правила внимательно, далеко не каждый разберется и поймет всю эту терминологию и сообразит, на что именно конкретно надо обращать внимание. Поэтому обязательно, обязательно, если вам что-то приглянулось в страховой компании, потратите время еще и на личные встречи и на переговоры. Это можно делать как в офисе страховой компании, так, собственно говоря, и вызывая агентов. Причем, конечно, лучше бы агентов пытать долго, серьезно, и лучше бы агентов пытать квалифицированных. А это значит, мы приходим к третьему критерию, наверное, уже, если не сбился, важность рекомендаций. Очень хорошо и правильно выбирать страховую компанию не только по известности бренда, не только там по тому, насколько красиво упакованы ее продукты, не только по цене этих продуктов, но и по тому, что они и говорят, причем говорят люди, которые знают, испытали на себе. Ваши знакомые, ваши друзья, кто-то страховался, у кого-то были страховые случаи, у кого-то есть толковый страховой агент, который умеет рассказывать, умеет отвечать на вопросы и знает профессию уже в деталях. Вот это очень важно, получить квалифицированный комментарий, квалифицированные рекомендации, потому что, ну, не сообразите вы, например, о том, что действительно у соседей наверху может быть аквариум, но в голову не придет предусмотреть такой оборот событий. Я, честно говоря, извиняюсь, что перебила, вот раз мы сразу затронули этот момент, квартирное имущественное страхование, да, в многоквартирном доме, в данной ситуации не хочется задумываться даже над тем, что там у соседа, где вообще протекло, ребенок заткнул, из ванны полилось, я не знаю, ну, то есть все что угодно, просто хочется понимать, что если с моей квартирой что-то такого рода произойдет, мне за это заплатит страховая компания, да, потому что у нас же основная задача, я сейчас себя так автоматом сидя напротив вас, к числу клиентов, и, может быть, с другой стороны, как юриста причислила, но, тем не менее, основная задача же не просто деньги отдать страховой компании и понимать, что вроде бы ты, как бы ты защищен, а потом, когда и если возникает страховой случай, выясняется, что он вдруг оказался и не страховым случаем, и оказывается, именно по этой узкой ситуации вам ничего не должны, но вот у меня сразу вопрос к тому, что вы говорите, говорите, нужно пытать, как вы сказали, в хорошем, конечно, смысле слова, а то у нас программа уже не 16+, станет, наверное, с высшим цензом, если бы он был, а тем не менее, нужно подробно расспрашивать страхового агента, но ведь далеко не всегда, и этот разговор потом к договору не пришьешь, мягко говоря, да, слова, далеко не всегда получается так, что страховой агент может крайне в подробностях, да, рассказать о конкретном продукте, потому что есть какие-то вещи большие, значимые, естественно, он это говорит, а какие-то детали, я вот, например, сейчас вспоминаю, простейший момент, простейший момент, который сейчас во всех страховых компаниях, которые мне удавалось видеть правила по каскам, сразу скажу, это автомобиль, это каска, и речь идет о следующем, если машина угнана, если машина угнана, и документы, например, были в машине, при этом не в результате грабежа, разбой или еще чего-то, а просто человек, если документы оставляют в машине, все, оказывается, вот эта вот деталька во многих страховых компаниях, все не будут говорить тому, что я, естественно, знать этого не могу, но в большинстве компаний это уже не дает вам права получить возмещение стоимости автомобиля, как один из моментов. Я готов прокомментировать. А давайте, Игорь, сделаем следующим образом. Мы сейчас напомним телефон нашего прямого эфира 6510-99,6, код Москвы-495. И у нас есть вопрос у слушателей, мы его выслушим, а потом вернемся к вопросу-показка. Слушаем вас, день добрый. Андрей, скажите, пожалуйста, вот в Дачном товариществе у нас очень плохо выполняется противопожарная норма, ну, практически ничего не делается. Многие люди страхуются. И у нас пожароопасный район Шатурский. Вот если у нас случатся пожары, то будет ли проблема с выплатой? Или это оговаривается в самом договоре? У меня, кстати, между прочим, вопрос также есть от коллеги, которая сегодня, анонсируя программу, которая следом шла как раз формула права, как раз такой момент спросила. А если это дополнение к тому вопросу, который сейчас Андрей задал, а если дачи, очень многие, они не зарегистрированы, например, дома стоят на земельных участках, но у них регистрации нет никакой. В лучшем случае БТИ кто-то сделал когда-то, а может быть и не делал вообще. То есть дома разного, и большие, и маленькие, и какие угодно, но очень часто случается, что документов нормальных юридических на них нет. И, соответственно, я думаю, что эти два вопроса мы соединим с вопросом Андрея, который только что задал, каким образом и будут ли владельцы домов, тем более в пожарноопасном районе, получать страховое возмещение в случае, если какой-то у нас такого рода страховой случай, будет ли он страховым случаем, произойдет. Вот как вы, Татьяна, только красненько, у нас буквально сейчас минуточка даже меньше до новостей, мы немножко начнем отвечать, а потом продолжим после новостей. Ну, по такому страховому случаю, когда случаются пожары, это как стихийное бедствие, и если в договор страхования включен такой риск стихийное бедствие, случаются пожары, то, конечно, это будет в страховом случае. То есть вот самый главный первый момент, вы говорите о том, что нужно четко смотреть правила, застраховаться-то можно, а вот получить деньги или нет, то есть ответ на вопрос Андрея, это неизвестно еще, да? Я напомню, что в эфире «Формула права» обсуждаем сегодня все, что связано со страхованием и со страховыми спорами. Телефон студии 651099,6, код Москвы 495, мы сейчас выслушаем новости и после продолжения. Итак, «Формула права», обсуждаем сегодня страховые споры. В студии у меня находится Игорь Иванов, заместитель генерального директора страхового общества Реса Гарантии, Татьяна Хадеева, руководитель управления страхованием имущества физических лиц Альфа-страхования. Мы обсуждали вопросы, связанные, вот у нас вопрос был нашего слушателя, связанные со страхованием имущества, мы имеем в виду дома и дачи, да? И вопрос непосредственно касался, в частности, Шатурского района, пожароопасного района, будут ли там платить. Татьяна, вы сказали, что нужно обязательно смотреть правила и, в принципе, условия. И условия страхования, потому что условия, конечно, могут чуть-чуть сужать правила, в правилах много рисков, в условия страхования, страхователь может выбрать некоторые риски. От этого цена будет зависеть. Да, естественно, стоимость полиса будет зависеть. И если выбран риск стихийной бедствия, соответственно, ну и пожар включается почти во все продукты по страхованию строений, во многих компаниях везде есть пожар, удар, молния, плюс еще какие-то риски. Ну вот какие-то для этого района это стихийные бедствия. Безусловно, в каком бы районе строение не находилось, то при вот таком стихийном бедствии, как, например, пожары были в 2010 году, оказалось, что очень мало строений, к сожалению, было застраховано. И вот люди не задумывались о том, что вот риск такой есть, даже вот в этих районах. То есть всегда нужно, допустим, страхового агента, с которым работаешь, или которого расспрашиваешь по конкретной программе страхования, конкретной страховой компании, обязательно нужно узнавать, во-первых, что конкретно включается и сколько стоят вот эти опции, потому что понятно, что, наверное, все эти опции обладают повышающим неким коэффициентом к цене, да, вот со стихийными бедствиями дороже, чем без стихийных бедствий. А учитывается, вот, кстати, тот факт, что район, в принципе, склонен к такого рода стихийным бедствиям. Вот страховые компании учитывают это или нет? Ну, мы не учитываем на самом деле, потому что распространение по всей России одного и того же продукта и, в общем-то, наверное, одно компенсирует другое. Нет, мы не учитываем. Нет такого повышающего коэффициента, по крайней мере, у нас, что если строение находится вот там в таком-то районе, да, из перечня, которые у нас более рисковые, допустим, мы повышение тарифа не сделаем. При этом есть ситуации, когда мы принимаем какие-то там большие объекты и более, скажем так, подходим к андерайтингу более подробно, тогда да, тогда учитываются и эти тоже моменты. Когда массовый сегмент рассматриваем, массовый сегмент вот этих вот дач, строений, каждый риск не рассматривается с повышающим коэффициентом по нахождению. А вот смотрите, смотрите, и так мы поняли, что если, отвечая на вопрос уже непосредственно нашего слушателя, что обязательно нужно проверить, ну, во-первых, то, что вроде бы, как у всех есть, но проверить нужно. Это пожары вообще, в принципе, включены ли они в число рисков, и стихийные бедствия. Вот это обязательно должно быть прямо указано для этой территории. А вот второй вопрос, который как раз у коллеги прозвучал. Можно ли застраховать, у меня есть на это свое мнение, естественно, я хотела бы именно со стороны страховых компаний ответ услышать. Можно ли застраховать дом, который физически существует, а юридически нет? То есть на него нет никаких документов. Ну, наверное, как такая ситуация не совсем запущенная, есть, наверное, свидетельство о праве собственности на землю. Ну, допустим, да, допустим. Да, на которой стоит этот дом. Если дом находится, соответственно, в каком-то поселке, деревне, то есть, возможно, там либо разрешение на строительство, либо из местной администрации некие документы о том, что этот дом, да, там существует, вот примерно такой площади. Вот когда мы говорим о дачах, 99, наверное, процентов людей, у которых не зарегистрирован дом, не будут обладать ни разрешением, естественно, ни каким письмом из администрации, которая, наверное, понятия не имеет, что там в каком-то дачном поселке какой-то дом стоит. Да. Вот никакого документа нет. Мы же говорим сейчас о том, что какой нужен перечень документов для того, чтобы получить выплату по страховому случаю, если такое произойдет. И сейчас многие продукты предусматривают на рынке, ну, по крайней мере, вот в этом сегменте дачи, что мы на момент заключения договора ориентируем страхователя, что вот такие документы потребуются. Свидетельство на землю, допустим, у него уже есть. А в местной администрации, ну, он за это время, да, вот заключил договор, знает, что это ему потребуется. Он получит этот документ. О том, выписка там из книг есть, что там вот есть строение такой-то площади, такая-то этажность. Вот совершенно оно не то, что вот полностью какой-то план БТИ и так далее, вот этого достаточно. Если в садовом товариществе, значит, это, во-первых, есть садовая книжка у члена кооператива садового товарищества, где должным образом должно быть оформлено то же строение. Написано, что на участке имеется там одно-два строения такой-то площади, такой-то этажности. То есть, грубо говоря, в принципе, страховые компании, они принимают страхование массово, принимают страхование вот эти строения, которые, тем не менее, как недвижимость еще не оформлены. Да, некоторые в стадии оформления. Но если человек не представит нужные документы, о которых должна страховая компания заранее предупредить, заключая договор, ряда документов, то при этом он может не получить тогда и страховое возмещение. Правильно я понимаю? Мы будем ждать, чтобы они предоставили документы, да, соответственно, он не получит, пока не предоставит. Я поняла. А Наталья Медлина, ведущая программы своими словами, хочет тоже вопрос задать по поводу страхования. Давайте выслушаем вопрос. Слушаем, Наталья. Алло. Доброе утро, Анастасия. Алло. Доброе утро еще раз. Да, Анастасия, еще раз доброе утро. Извините, что вмешиваюсь в ваш эфир, но еду в машине и внимательно слушаю ваших гостей. И хотел бы вот какой вопрос задать, поскольку я сама являюсь вот только недавним собственником дома и сейчас в первую очередь, получив документы о собственности, задумалась о страховании дома. Допустим, ко мне приезжает представитель вашей компании для того, чтобы опорнить страховые документы. Например, он обращает ли внимание на то, что, например, скажем, у меня на соседнем участке полгода назад сгорел дом. И это вот конкретный вопрос от меня. Будет ли это каким-то образом отражено в нашем страховом договоре и будет ли это неким риском, да? Будет ли это считаться неким риском? А есть и второй вопрос более общий вообще о ситуации с соседями. Например, может ли страховой агент задать вопрос, а не склонны ли ваши соседи, так сказать, к выпивке, не устраивают ли какие-то там балаганы и не может ли загореться соседний дом, который расположен там, ну, скажем так, в достаточной близости от вашего. Вот такой вот у меня вопрос. Вот такие вот моменты, тонкости учитывают ли страховые агенты. Спасибо вам огромное. Наталья, спасибо вам огромное за вопрос. На самом деле жизненно, да, вот жизненно. Много у нас и дачи, все мы находимся, как правило, в 6 соток стандартно, там плюс-минус у кого-то больше, у кого-то меньше в тесном соседстве. Итак, мы уже услышали, что сегодня вы сказали, Татьяна, что вы даже шатуру с повышающей коэффициент с ее пожароопасностью, да, у вас отсутствует. Но тем не менее, Игорь, а вот вы как прокомментируете? Да спокойно надо ко всему этому относиться. Дом соседский сгорел, Нет, если мы берем это конкретно. То есть вы считаете, что дешевле надо платить, если дом уже сгорел? Нет, просто это игнорируется. То есть мы живем в тех реалиях, в которых мы живем. Это что касается садовых товариществ, где непонятно, какие-то строения плохо оформлены, не оформлены. Мы живем в нашей стране и в наших реалиях. Мы, страховые компании, к этому адаптируются, да. И поэтому мы, естественно, не будем придумывать никаких дополнительных сложностей и повышающих коэффициентов из-за того, что вот эти строения в садовом товариществе неправильно оформлены или не оформлены вообще. Мы видим, что они есть. Мы видим права у человека на землю, да. Мы понимаем, что у него есть основания владеть каким-то строением. Наш агент приехал, осмотрелся, фотографировал, описал. Все, договор заключен, мы несем ответственность. То же самое, ну, буйные соседи или не буйные. Вот это к вопросу об агентах в том числе. Ну, хороший агент, опытный, ответственный, он, кстати, попробует узнать, хорошие соседи или нет, там, бомжатник какой-то или что. Ну, вот, допустим, бомжатник, раз уж мы заговорили, что откажет хороший агент. Нет, хороший агент. Смотрите, это необязательное страхование, это добровольное. С двух сторон. И клиент добровольный может заключать или не заключать договор. И страховая компания тоже. Мы никому не навязываем, не заставляем, и нас не могут обязать страховать вашу дачу, если у вас за забором бомжатник, и там какой-то притон, и там три раза вызывали уже пожарную, значит, какую-то команду, они тушили какие-то костры, которые ожигли на этой территории. Наш агент умный, ответственный, понимающий, что ему надо не только комиссию получить сегодня, но, в принципе, ему нужны клиентов много, и надо, чтобы компания зарабатывала и не несла неоправданных убытков. Он вполне вероятно может и отказать, в принципе. Тут нет повышающих коэффициентов. Тут есть либо да, либо нет. Мы можем оценить риск и сказать, вы знаете, вот в вашем садовом товариществе, мы, например, не будем страховать ничего, потому что у вас нет пожарного пруда, потому что у вас в прошлом году там были какие-то рядом пожары, вы так и ничего не сделали. Это возвращаясь к вопросу, который прозвучал раньше, о пожароопасности. Вот человек говорил, что у нас там в безобразном состоянии все, да, мы не занимаемся защитой от пожаров. Товарищи мы можем сказать, мы в вашем садовом товариществе работать не будем. Может работать другая страховая компания, которая, ну, ей все равно, она, сказать, больше верит в свою счастливую звезду. А мы, например, научно-горьким опытом выплатим, скажем, вот пока вы не выкопаете этот пруд, пока вы не повесите там сколько надо этих пожарных, не знаю, там установок, этих огнетушителей и рынду не обеспечите, пока у вас не будет система сигнализации. То есть каких-то условий не выполните, вы откажете страхование. Это те же самые условия, которые, кстати, для юрлица предъявляются. Нет сигнализации, не страхуем, и все. Игорь, я правильно поняла, что здесь ситуация такая, никаких повышающих коэффициентов за счет соседей и так далее быть не может, но в каких-то крайних случаях страховая компания может отказаться от страхования этого объекта. Да, да, да. Напомню, телефон студии 651099,6, код Москвы 495, у нас есть вопрос на линии, слушаем. Слушаем. Алло. А че тут? Алло, слушаем вас внимательно. Я сейчас перезвонила, Алло. Ну, вы готовы с нами говорить, Светлана, или вы все-таки будете по другой линии разговаривать? Финам.фм. Выключилась у нас вопрос. Напомню, что можно позвонить. Вопрос ваш задать 651099,6, код Москвы 495. Напомню также, что можно на сайте Финам.фм написать ваш комментарий или также задать ваш вопрос. Меня в гостях сегодня находится Татьяна Хадеева, руководитель управления страхования имущества физических лиц Альфа-страхования, Игорь Иванов, заместитель генерального директора страхового общества Реса-гарантии. Обсуждаем сегодня страховые споры. Опять у нас снова минуточка до новостей примерно. Но все-таки возвращаясь к вопросу, у меня вопрос такой один. А может вообще страховая компания физическому лицу отказать страхование? Если у них такой страховой продукт есть. Легко. Легко. То есть, это физическое лицо вызывает у нас глубочайшие какие-то подозрения. Мы в нем видим злоумышленника, мы видим какое-то несоответствие его имущественного статуса и социального статуса тому имуществу, которым он якобы владеет и которого хочет страховать. У нас есть информация, какая-то бэкграунд этого человека мы знаем, представляем. У нас есть представление об объекте, какого особо рискового и опасного. У нас может быть тысяча оснований для того, чтобы отказать ему, потому что договор добровольный. Мы тебе не верим. А если речь идет о машине? А если речь идет о чем? О КАСКО, об автомобиле. То та же самая история. И ОСАГО. По ОСАГО, извините, обязательно вид страхования. Вы к нам пришли. Но не обязательно при этом вы должны застраховать. Можно в другой компании застраховать. Нет, вы пришли. Любой человек, который переступил порог страховой компании, который имеет лицензию на страхование ОСАГО, имеет возможность и право получить страховую защиту. Я поняла, Игорь, спасибо. Слушаем сейчас точнее страховые споры «Форума права». Слушаем новости и возвращаемся в эфир. Продолжаем обсуждать страховые споры и все, что связано со страхованием. 495, код Москвы, телефон студии 6510996, также сайт «Финам.фм». Приглашаем посетить сайт и оставить там ваши комментарии. Но у нас есть вопросы, уважаемые гости. Давайте выслушаем. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут и какой ваш вопрос? Меня зовут Роман, я из Подмосковья. Хотел поинтересоваться, могу ли я застраховать долю в доме? Хороший вопрос. Хороший, что скажете? В доме в Подмосковье и есть 41% по... А скажите, пожалуйста, у вас не определен порядок хотя бы пользования? Нет. В натуре тоже не выделено. А второй со собственника... В натуре не выделено, да. Вот именно в том и речь, что есть три собственника и есть право на собственность на часть дома. Могу ли я свою долю застраховать? Роман, я вас сейчас все-таки уточню. Вы говорите, право на собственность на часть дома имеется в виду доля или имеется в виду конкретная часть? В долях. Нет, не конкретная часть. В натуре не выделено, есть в долях. А остальные собственники страховаться не хотят? Остальные не хотят. Остальные не хотят. Эксперты, что скажете? Татьяна. Достаточно сложный вопрос, когда не выделено, какие же помещения точно относятся вот к нашему страхователю потенциальному. здесь просто не хватает информации, а что же мы принимаем на страхование, как нам определить предмет. Нет, ну вот смотрите, у нас есть дом. В доме он достаточно четверг, Роман сказал, даже размер доли не важен. В доме три собственника. У них ничего не определено, поэтому в каждом миллиметре, в каждом сантиметре есть одна треть каждого, или какая у них доля, соответственно. Да, он хочет застраховать весь дом. Он весь дом хочет застраховать. Теоретически. Он хочет застраховать. Но сообразно своей доли. Да. Просто если заключить такой договор страхования, то он только в своей части сможет получить страховое возмещение. Нет, он хочет сэкономить и заплатить только 41% от стоимости полиса, я так понимаю. Ну хорошо, но и получить 41% от стоимости дома, если вдруг что-то с ним случится. Вот если мы примем на страхование, соответственно, вот этот вот дом, он проставит какую-то сумму, думая, что это 41% застраховано или полную сумму, мы сможем по этому документу, свидетельству, где 41%, выплатить только 41% от соответствующего убытка. Вы знаете, а я все-таки вот юридически сейчас сижу, да, вы как практики, а я юридически. Я считаю, что любые действия с объектом, который находится все-таки в общей собственности, должны приниматься совместно всеми собственниками, в том числе решаться вопрос о страховании. Либо определяете хотя бы порядок пользования хотя бы, но лучше всего выделяете в натуре, да, пожалуйста, расходитесь как собственники, каждый получается в единоличной, если это возможно, по конкретной ситуации сделать, и тогда уже после этого страхуйте свое личное имущество. Я на прошлой неделе застраховал квартиру своего младшего сына. Он собственник. Но я могу выступить в роли страхователя и застраховать эту квартиру. Он будет выгодоприобретателем, если, не дай бог, что-то случится. Это не является проблемой отношения собственности. Проблемы возникнут у нашего слушателя именно тогда, когда, не дай бог, что-то произойдет. Потому что он не сможет получить остальные 59% за, не дай бог, сгоревший дом. Но он и не должен получить все 100%. Он не может получить за остальных. Он может получить только пропорциональность своей доли, которая ему принадлежит. То есть, правильно ли я понимаю? А остальным повезет после пожара получить возмещение просто по полису, за который они ничего не заплатили. То есть, нельзя заплатить, как вы правильно сказали, 41% от полиса. Если уж страховать, то страховая компания застрахует этот дом, но в полном объеме с той, соответственно, платой, которая должна за это быть. Если они разделили, понятно, что ему принадлежит одна комната, ради бога. Да, и это оформлено, что принадлежит. Он сказал, что ничего они не разделили. Здесь они ничего не разделяли, поэтому выплата будет в соответствии с долями. И он не сможет получить всю сумму, на которую он, например, рассчитывал. Он рассчитывает на свою долю. Да, он рассчитывает на свою долю. То есть, он не должен обогатиться за счет того, что дом сгорит. Ну, я такой резюме, вот непростому вопросу. Застраховать можно только дом в данной ситуации, только дом целиком. То же самое касается и квартир, в которых подали, квартиры целиком и так далее. Страховая, соответственно, вознаграждение страховой компании, оно будет в полном объеме, не зависит от размера доли человека. Но в случае, если наступит страховой случай, извиняюсь за тавтологию, вынуждена была ее применить, тем не менее, человек, который этот договор заключил, он получит только соотносительно своей доли страховое возмещение. Да, вот такое вот. Правильно я резюме подвела? Еще у нас есть вопрос в студии. Слушаем по телефону. Алло. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Светлана. Я бы хотела задать вопрос представителю альфа-страхования. Мне вот в едином расчетном документе каждый раз приходит там графа добровольное страхование. И написано, что это, значит, ну, как бы предложение города Москвы о том, чтобы каждый платильщик, ну, индивидуально, в добровольном порядке, платил какую-то там определенную сумму. Светлана, у меня единственная просьба к вам выключить радио, если оно у вас включено, немножко эхо мы слышим. Все, 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 я выключаю. И вопрос ваш какой? Вопрос, сам вопрос, в чем заключается? Я бы хотела понять, вот я плачу вот эту сумму. Скажите, пожалуйста, что входит вот в эту сумму? Я так слушаю, что для того, чтобы получить какую-то страховку, если вдруг что-то случится с моим имуществом, с квартирой, мне надо заключить, Саша, страхование договор. Вы знаете, вот сейчас, до того момента, Татьяна, как вы ответите на непосредственно вопрос вам заданной, слушательницы нашей, я бы хотела один момент для всех слушателей подчеркнуть. И следующий. У нас Светлана уже платит, но даже не знает, что входит. Вот мне кажется, что это настолько неправильный подход. Я надеюсь, Светлана не обидится, но просто мне кажется, что нужно, если уж человек начинает платить, по сути заключает с вашей, вот в данной ситуации, компанией договор, все-таки нужно посмотреть, а за что ты платишь, что является страховыми случаями и так далее. Ну и давай, давайте послушаем, Татьяна, за что платит у нас Светлана? Да. Платит на самом деле за достаточно полное страховое покрытие, а свидетельство, с которым Светлана должна была ознакомиться, прежде чем оплачивать, приходило в конце прошлого года и также придет в конце этого года, на следующий год соответственно. Приходит страховое свидетельство, в котором расписаны и суммы, и страховые риски, за что же страхователи будут платить. Надо обязательно ознакомиться, посмотреть и затем принимать решение о том, платить или не платить. Ну а вот сейчас на вскидку какие-то основные риски, которые покрытия? Все основные риски там есть. Пожар, взрыв бытового газа, повреждение водой, там достаточно полное покрытие. А вот повреждение водой, я уже вспоминаю историю про аквариум, который мы сегодня обсуждали. Это входит, если у сосед сверху потек аквариум? Входит с этого года протечки крыши и межпанельные швы, что очень в некоторых домах очень актуально. Кража, славзломы, все противоправные действия третьих лиц, то есть там достаточно широкое покрытие. Суммы там не такие большие. Но суммы каждый уже в своем извещении на оплату увидит. Да, суммы зависят от площади квартиры, соответственно, полная страховая сумма. Так что обязательно нужно ознакомиться с этим свидетельством и оплачивая первый раз, заключается договор со страховой компанией. А если вот у меня такой вопрос, а если человек в одном месяце заплатил, в другом не заплатил, потом опять заплатил, потом не заплатил, ну то есть вот так вот прыгающие. Есть такие ситуации, очень много таких ситуаций. Договор не расторгается, как обычный полис, а просто следующий месяц, если в этом, допустим, в ноябре нет оплаты, в декабре страховая компания не несет ответственность с первого числа следующего календарного месяца. Затем в конце декабря человек опять оплачивает, с января снова квартира под страховой защитой. Понятно. То есть здесь в данной ситуации человек может платить, не платить. По сути, это договор на месяц, да, заключается? Ну, по сути, ответственность страховщика на месяц, после оплаты в предыдущем месяце. Конечно, я бы порекомендовала, если уже решили, что эта страховая программа подходит жильцам, то лучше платить постоянно, потому что как раз, как всегда в жизни бывает, в тот месяц, в котором не прошла оплата, что-нибудь и случается. А вот еще вопрос, Татьяна. Я знаю, что у нас на линии еще есть слушатель, который хочет задать вопрос, но вот именно в связи с этим у меня такой момент. А если человек с просрочкой оплачивает свои вот эти вот извещения, и, соответственно, и вам платеж тоже делать с просрочкой? Соответственно, у него страховая защита перемещается на месяц дальше. Например, квитанция об оплате квартиры приходит числа 20-25, да, у нас вот в почтовой ящике. Вот до конца месяца человек должен оплатить, чтобы действовало с первого числа следующего календарного месяца. Если человек привык оплатить, допустим, числа 10-го, да, вот 25-го пришло, а через там 25 дней там человек оплачивает, тогда на следующий месяц страховая защита. Он должен это понимать, что вот в этом месяце не будет распространяться. То есть идет на следующий месяц относительно даты платежа человека. Это тоже важный момент, да? Да, очень важный. Давайте выслушаем вопрос нашего слушателя. Алло. Алло, здравствуйте. День добрый, как зовут вас? Да, меня зовут Илья, я приветствую всех еще на ЛСМ, как всегда. Вы с своей передачей очень кстати. Я буквально сейчас стою на дороге с прохладной компанией, куда я приехал после ДТП, в котором я не участвовал. То есть моя машина стояла, никому не мешало, в нее кто-то приехал, оставил мне записку о том, что вот оформлен ДТП, траля-ля. Я перейдил в ГАИ, получил там некие документы. И вот сейчас смотрю на свою машину, на то, что написано в этих документах, и вижу, что, скажем так, они написаны так некачественно, что я не могу спросить. А что значит некачественно, вот конкретно, Илья? Ну, это копия протокола. Знаете, к террике в ГАИ, они, видимо, очень старые, и на них очень плохо видно, что же случилось с моей машиной. Вот. Я сейчас вот думаю, что за меня ждет в страховой компании. Не отправят ли вас обратно за еще одним таким документом, который будет более читаемым? Или вот я, благо, моя машина осталась на ходу после ДТП, я вот приехал непосредственно на ней, и могу продеваться, или же что-то с ней случилось, да, страховщикам. Но будут ли они смотреть, или их интересует только просто в бумагах? Вот что мне интересно. Я готов ответить, по мере возможности. Страховщики, несомненно, будут смотреть, это обязательно, потому что страховая компания обязана оценить, собственно, какие были повреждения, с тем, чтобы рассчитать сумму возмещения, и дать, ну, если это каска, направление, например, на ремонт, или если это вопрос об ОСАГО, оценить размер возмещения, который будет выплачен деньгами. Далее страховая компания должна оценить и понять, произошли ли, произвели ли эти повреждения именно вследствие того ДТП, которое зафиксировано в документах ГАИ, и в этой связи, конечно, крайне печально то, что эти документы нечитаемы. Я не исключаю, что придется все-таки ехать снова в милицию и просить их написать и откопировать на приличном аппарате этот документ, чтобы читались все повреждения. То есть, Игорь, вы вот на вопрос нашего слушателя, Ильи, говорите о том, что могут развернуть, могут, потому что документы должны быть читаемые, да? Вы знаете, отказать не могут, могут попросить представить более читаемые документы, но хотя для меня это, в общем, случай кажется довольно редким и нестандартным, потому что как бы плохо не были написаны документы в ГАИ. Ну, хоть что-то можно прочитать. Что-то прочитать можно. Просто, на самом деле, самая большая проблема, вот как раз в том, о чем наш слушатель спросил, самая большая проблема заключается в том, что произошло ДТП, да еще вот человека не было. У меня были ровным счетом такие же ситуации. Прихожу, машина разбит, записочка. Да, очень приятно. Но только после этого получается, что мне нужно ехать сначала в одно место. Вместо работы, параллельно с работой, параллельно с моими остальными жизненными делами тратить время ехать сначала в ГАИ, потом в страховую компанию. Я уже не говорю о том, что потом на ремонт ставить машину, какое-то время быть без машины. И вот к этому всему, к этим всем поездкам добавлять еще одну поездку, например, в ГАИ, потому что страховая компания не берет какие-то документы, но очень, крайне не хочется, потому что это просто физически. Тебе кто-то разбил машину, а ты потом мучаешься. Вот откровенно, по-жизненному, не юридически, а по-жизненному. Получается именно так. Но правильно я понимаю, Игорь, что нужно просто нашим слушателям дать совет, что если вы уже оказались в ГАИ, берете там документы, в том числе для страховой компании, посмотреть, чтобы был нормальный ксеркс. Дали вам плохую копию, просите прям тут же сразу на месте нормальную копию такую, чтобы можно было читать, чтобы не возникало потом каких-то недопониманий между клиентом и страховой компанией, а если потом дело в суде окажется и в соответствующем суде, чтобы таких вопросов не было. Напомню, «Формула права» в эфире, звоните нам, а мы сейчас выслушаем новости, вернемся. Итак, мы продолжаем нашу программу, обсуждаем сегодня вопросы страховых споров. У меня в студии Татьяна Хадеева, руководитель управления страхованием имущества физических лиц Альфа-страхования, и Игорь Иванов, заместитель генерального директора страхового общества Реса-гарантия. Обсуждаем сегодня все, что связано со страхованием. Напомню, телефон студии 6510-99-6, код Москвы-495. И, собственно говоря, вот говорили мы по каске, говорили про документы, которые нужно предоставлять страховой компанию. Игорь, я правильно поняла, что вот ваше мнение и нашему слушателю вы таким образом ответили, что, в принципе, страховая компания, понятно, что нужно, чтобы были, в общем, читаемые документы, нормальные, но понятно, что страховая компания, в принципе, не может отказать в принятии какого-то документа, если на нем есть подписи, печати необходимые, даже если он плохо читается. А может ли отказать, например, страховой выплате, если представлен плохо читаемый документ? Категорически нет. То есть страховая компания, несомненно, будет разбираться в обстоятельствах страхового случая, будет пытаться установить истину и будет, естественно, оценивать ущерб. Страховая компания может отказывать в выплатах по массе других оснований. Но по каким? Вот это тоже очень интересный вопрос. Я не предлагаю сейчас все рассмотреть. Я, например... Очень простой случай. Вот, например, отталкиваемся от этого звонка. Человек представляет некие плохо читаемые документы, дальше он пишет в своем, значит, заявлении о том, что у него пострадало там левое, там крыло правое, крыло переднее, там заднее, что-то. А эксперт страховой компании смотрит и видит, что левое там крыло свежий удар, а правое крыло помято. Явно совершенно давно там следы коррозии. И вот когда товарищ напишет пользуясь тем, что документы из ГАИ плохо читаются и там неразборчиво, он скажет, вот у меня, видите, и левое крыло, и правое крыло пострадало от этого удара, платите мне деньги. Вот тут страховая компания извинится перед ним вежливо, скажет, нет, товарищ, вы нас обманываете, мы вам отказываем в возмещении, потому что вы пытаетесь мошенничать. Это, кстати, самый распространенный вариант мошенничества страхового, автострахования. Не когда профессиональные бандиты, мошенники охотятся за деньгами страховой компании, когда добропорядочные граждане заодно до кучи, извините, дописывают еще какие-то мелкие повреждения, сарапины, прежние там какие-то вмятинки. А отказывается страховая компания в полном объеме? То есть даже за то, что произошло, действительно? Не отказывают в полном объеме, потому что в правилах записано, что исключение это предоставление недостоверной информации. А судебная практика есть? Судебная практика есть, и она бывает как в пользу страховой компании, так и в пользу клиента. Я, кстати, нашим слушателям... Но в любом случае, если решается в пользу клиента, то, естественно, оплачивается тот ущерб, который произведен именно вследствие данного конкретного ДТП, а не все, что он дописал нам вместе. Это правильно, это очевидно, понятно, что в любом случае, когда человек, организация, неважно, но это договор страхования, и, соответственно, люди находятся в определенных правоотношениях. Страховая компания не должна теперь по жизни за все, что не так произошло. Но тем не менее, то, что должна страховая компания, она должна выплачивать. Я поэтому, между прочим, судебную практику и спросила, потому что... Понятно, что здесь надо в каждом отдельном случае читать непосредственно, что в правилах на эту тему написано. Но если все-таки страхование произошло, пусть без правого крыла, но с левым все-таки это есть ущерб, и в большинстве случаев как раз суды взыскивают этот ущерб. В нашем случае вот что хотел напомнить. У нас же правоотношения между физическими лицами и страховыми компаниями раньше не суды, и, в общем, с легкой руки Верховного суда не принимали как правоотношения внутри закона о защите прав потребителей. Потому что нам суды говорили о том, что нет этот специфический договор, договор страхования, вы не являетесь потребителями. Я напомню, что у потребителей там масса есть моментов, по которым дополнительных преференций в защите их прав. Например, возможность подать в суд по месту своего жительства, а не по месту нахождения той же страховой компании, если вдруг вы с ними судитесь, без оплаты при определенной сумме государственной пошлины. Потом это штраф 50% в пользу вот сейчас уже четко прописано того же потребителя, который обращается в суд от всех денежных сумм, которые взысканы в его пользу судом. Ну и, соответственно, это, например, неустойка в случае, если добровольное требование, законное требование потребителей в срок 10-дневный не удовлетворено и так далее. То есть там есть масса моментов. Вот сейчас у нас Верховный суд четко определил, рассматривая, вышел в плену летом этого года, в июне, в конце. По поводу практики применения закона о защите прав потребителей четко указал, что споры граждан, естественно, не организаций, но именно граждан, физических лиц с страховыми компаниями подпадают под действие вот этого закона. Уже успели прочувствовать на себе страховые компании? Вы знаете, мы даже успели познакомиться с некими такими, я не хочу даже назвать адвокатскими, там, псевдо-юридическими сообществами, которые в некоторых регионах устроили уже из этого некий, я бы сказал, практически криминальный бизнес, когда они пытаются по любому страховому случаю возбудить нашего клиента или не нашего, там, клиента страховой компании, обязательно передать им, дать им доверенность на ведение всех отношений со страховой компанией, там они втчиняют иски, не дожидаясь никаких выплат и решений, просто сразу начинают судиться страховой компании. Вот этот момент, я извиняюсь, Игорь, дайте перебью, поразительная картина, в общем, я, будучи адвокатом, могу немножко понять, почему так может происходить, вовсе не обязательно с ситуацией мошенничества, просто, ну, юрист поработает в суде, хорошо же, когда у людей есть работа. Я вам расскажу, как это происходит, это происходит так, что вместе с патрулем ГИБДД на место прибывает некий человек, который тут же клиенту говорит, дай мне доверенность, повоюем, то, что тебе положено, ты получишь, а может я тебе что-нибудь еще срублю, и человек пишет доверенность, и дальше, соответственно, нас таскает по судам, мы, так сказать, ходим, теряем деньги, теряем время, совершенно несправедливо и незаслуженно, потому что, ради бога, дайте нам хотя бы заплатить, нет, сразу нас включают в процесс, и это очень тревожная история, тревожная почему, она не для страховых компаний тревожная, потому что мы знаем, как это решается, мы просто через некоторое время повышаем тарифы, причем беда заключается в том, что мы тариф получим и повысим не для этих товарищей, там, из неких наших южных краев, а для всех, и просто вам каска станет дороже, мы вывернемся, мы, так сказать, переживем это, а вот клиентам это будет больно. То есть, смотрите, такое резюме я подвожу, Игорь, опять же, если я неправильно ваши слова интерпретирую, меня обязательно поправите, но тем не менее, все-таки, в первую очередь, если случаются какие-то взаимоотношения по поводу страховых выплат со страховыми компаниями, нужно сначала следовать той практике, которая имеет место быть, и только в случае, если страховая компания либо затягивает сроки, то есть срок не производит выплату, да, либо вообще ее не производит, неважно, дает мотивированный отказ или не дает, мотивированный, хотя должна, но тем не менее, только в этой ситуации уже тогда идти в суд имеет смысл и в принципе было бы правильно. Я, кстати, хочу сказать и свою юридическую точку зрения. Суд, как бы сейчас не ускорялся процесс рассмотрения в принципе судебных споров, но в любом случае суд это определенная процедура, которая не закончится у вас очень быстро, как минимум один месяц, вот я сразу возьму месяц, это время, начиная с момента вынесения судом решения до момента, если никто не пожаловался вступления этого решения в законную силу, это еще до того, как мы подали иск, назначили одно заседание, второе возможно, возможно третье заседание, то есть если страховая компания в обычном режиме в течение установленного правилами, если я правильно понимаю, срока, могла бы возможно и произвести в принципе выплату, то здесь вы будете на количество месяцев сначала судиться, может быть, вы чуть-чуть больше и получите, хотя если только к этому основанию какие-то были изначально, но только когда это все произойдет, потом еще с исполнительным листом идти в страховую компанию для того, чтобы его исполнить. Исполнительный лист идти не надо, там все это работает, к сожалению, автоматически. Ну тем более. Есть еще такой момент, вопрос у нас есть, точнее, на сайте, сейчас мы его прочитаем. Скажите, пожалуйста, вот такой вопрос задает наш читатель и слушатель. Как быть, если приказка сразу не заметила небольшое повреждение, помыл машину, ГИБДД таких справок писать не хочет, я ничего не нарушала, не жульничала, как честно с страховой получить компенсацию, если в договоре нет пункта без справок? Вот прочитала, как есть. Я так понимаю, что нет пункта без справки получить даже минимальное какое-то одно повреждение, одной детали, в сумме, там до... Ну, на самом деле, это довольно редкий случай, когда в страховой компании нет такого предложения, сейчас это абсолютно... Почти у всех есть уже, да, минимальная сумма. Общая распространенная, и просто там есть отличия в одной компании без справки одно обращение, два обращения, три, там есть нюансы. Но в данной ситуации, к сожалению, если страховая компания предусматривает обязательно наличие документа из органов внутренних дел, надо ехать в эти чертовые, простите, органы, кланяться, извиняться. А в какие? Вот в ГИБДД или в милицию? Если попал в аварию в случае показка, это, значит, именно аварийное, ДТПшное, надо ехать туда. А вот смотрите, вопрос такой, у нас мало времени, есть еще телефонный вопрос, поэтому я так быстро уже сжата достаточно. Вопрос следующий. Вот человек заключил договор, и на момент, я вот не совсем поняла из этого вопроса, на момент договора у него, видимо, этого повреждения не было, точнее, на момент получения этого повреждения он не заметил, как он его получил. Он позже увидел его. То есть сейчас прийти он даже, наверное, и сказать не сможет, что ему, камень попал, или еще. Он спрашивает, как честно поступить. Можно придумать, что, ну, в зависимости от повреждения, можно что-то смоделировать какую-то ситуацию, грубо говоря, там камень отлетел, или еще. Но он хочет честно быть. Вот на самом деле у него есть страхование, он не заметил, каким образом получилось это повреждение. Как быть? Если страховая компания предусматривает своими правилами обязательное приложение документа из органов внутренних дел, надо в эти органы идти. И можно пойти к участковому. Вот это мы возвращаемся к началу нашего разговора, как выбирать страховую компанию и на что обращать внимание. Вот когда речь идет о страховании КАСКО, смотрите вот на эти нюансы, как вам будут выплачивать по мелким повреждениям. Какие нужно документы представлять, когда, в каких случаях. И опять же, значит, смотрите, если это мелкое повреждение, может быть, вообще нецелесообразно заявлять его как убыток, как страховой случай, потому что, ну, если оно такое мелкое, что ты не заметил, это копейки. Но у тебя просто при продлении страхования на следующий год ты не получишь скидку за безубыточность. Ты прикинь, что тебе дешевле. Подкрасить эту царапину самому, оплатить ее, или же пытаться получить возмещение, а в результате у тебя будет на следующий год страхование не дешевле, а может быть, даже и дороже. А вот здесь у меня тоже все время вопрос был. Мне кажется, что есть определенная несправедливость. Я не знаю уже, уже мои гости смогут мне на него ответить или не смогут. Когда человек не виноват в тех повреждениях, которые его автомобиль получил в процессе страхования. Ну, не виноват. Не виноват, например, в аварии и прочем. А при этом его, он не является уже безубыточным, потому что у него произошел какой-то случай в году. И он не имеет права во многих компаниях. Я понимаю, что это внутри компании своя политика, в каждой. Но, тем не менее, он уже не может претендовать либо на скидку, либо за то, что вот он сам лично, по крайней мере, не спровоцировал никоим образом получение убытков. Все-таки, знаете, это как финансовое наказание человеку. Для меня это звучит как финансовое наказание. Наказан он при этом за то, в чем не виноват. Вот абсолютно такой момент. Не знаю у вас какие, но буквально кратко у нас минуточка. Некоторые компании предусматривают, если есть второй виновник, ответчик, что этому человеку не будет поражения в правах, он не будет получать повышающий коэффициент при пролонгации. А понижающий? Другие считают, что это плохая карма у тебя просто. Ну вот мало ли, что там кто-то вина. И такая у тебя карма, поэтому, извини, но тебе не повезло. Опять же возвращаемся в самое начало нашей беседы, выбираем компании. То есть здесь в страховой компании также можно поинтересоваться, каким образом у нас получается и с какими тарифами получается продление на следующий год. В том числе, если вот мы сейчас заговорили по КАСКО, в том числе и в ситуации, когда пусть было ДТП, но не по вашей вине. Будет ли понижающий, повышающий коэффициент, будет ли это учитываться или нет. И напомню нашим слушателям, что в эфире была «Формула права», обсуждали мы сегодня вопросы, связанные со страхованием и страховыми спорами. У меня в гостях Влад Татьяна Хадеева, руководитель управления страхования имуществ физических лиц Альфа Страхования, Игорь Иванов, заместитель генерального директора страхового общества Реса Гарантия. Каждый четверг с 11 до 12. Слушайте и оставайтесь с нами.